Среднеазиатскому митрополитчему округу 5 лет. Юбилей молитвенно отметили в главном храме Ташкентской епархии. Возглавившему Божественную Литургию митрополиту Ташкентскому и Узбекистанскому Викентию сослужили правящие архиереи региона. Также в Духовно-административном центре Ташкентской и Узбекистанской епархии в эти дни прошло осеннее заседание Синода округа. Во встрече приняли участие временно управляющие патриаршем обогащением приходов Русской Церкви в Туркменистане, архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак, епископ Душамбинский Таджикистанский Петерим, Лишкекский Кыргызстанский Даниил. Заседание началось с минуты молчания по почившему первому президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову, которого весь народ этой страны очень любил и уважал. Когда совершилось вот это погребение, то люди со слезами расставали с ним в эти дни, да и сейчас еще так скорбят. Поэтому я тоже предлагаю вам почтить нашего президента минутой и молчанием. Наибольший интерес на заседании вызвали постановление с ходатайством членов Синода округа к святейшему патриарху чередить собор среднеазиатских святых, а также канонизировать архимандритов Бориса Хоучева и Серафима Сутарихина в леки мест начтимых святых, имеющих как народное почитание, так и свидетельствование о чудесах, происходящих по молитвам к ним. Также правящие архиереи по архиокруга собрались вместе в Успенском соборе Ташкента, чтобы соборно молитвенно отметить пятилетие среднеазиатского митрополитического округа. Как отметили архипастрии, он является собой единство православной традиции здесь, на территории Средней Азии, когда каждый из архиереев представляет народы, живущие на этой территории. Просим вас, дорогим владыкам, прежде всего, совета святейшего патриарха, предстоятеля нашей церкви, святейшего Кирилла, патриарха Московского и всей России, о том, что наша соборность и наше единство сильны, и мы всегда остаёмся верными и чадами Матери Церкви вместе со своим духовенством и своим народом. Для нас, Господь Христос, Спаситель Христос, также лучу в нас, по ценности, к которой мы стремимся черпать от Спасителя всего славного и Спасителя для нас, черпать от нас те силы, которые нам необходимы для того, чтобы укрепить в нас вере, благочестие, православие, чтобы Господь всегда хранил нас и помогал нам в нашем единстве. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!